Ну, здравствуйте, дорогие друзья! Часто нам задают вопрос, сколько птиц можно вырастить в нашем бройлернике или в нашем птичнике, как хотите. Сейчас попробую на него ответить. Быстренько бережем ваше время. Так, индейка, не говорите о перенаселении, все знаем. Она буквально день-два терпит и поедет, я надеюсь, что на свои места уже в теплицу. Чтобы было им свободно, но и тепло. Не забываем, что нам нужно создать для них тепло пока. У них 23 градуса, вот такую температуру им нужна в этом возрасте. Здесь у нас 20 штук, которые куриновские. Здесь сюда переехали 17 штук, переехали, это короновские. Они переехали отсюда, и здесь остатки, соответственно, 23 штуки. Вот они тут все. Вот. И вот тут. Но им хоть немножко посвободнее стало, потому что это же просто невыносимо. Они уже тут попами толкаются своими толстками. Отгадать кто у нас здесь по температуре, вы у нас люди опытные, сразу поймете, что здесь у нас малюхоненькие бройлерочки. Вот такой вот коврик. Как вам? Завтра они поедут к своим новым хозяевам, мамам, папам. Пока здесь 430 штук. И процесс вывода еще не завершен. То есть сюда еще мы затолкаем какое-то количество малышей. Посмотрите, сколько пуха на этой, на банке. Вот. Но мы надеемся, что все нормально будет. Завтрак уже забирают. Надеюсь, что, может быть, даже и вы, кто нас смотрите, дорогие зрители, кто-то из вас тоже забирает часть этих малышек. Так. Здесь у нас птичка, так скажем, предзабойная, ближайшая к забою. Здесь около 90 штук. Точно только Сашка может сказать досконально. Но вот примерно 90. Вот такие вот у нас птюхи. И вот здесь у нас еще партиечка. Здесь 97 или 96. 96, точно, 96. Помните негритенка? Вот он мой золотой. Да, ты такой красивый сидишь. А за ним, посмотрите-ка, серенький, если видите. Тот, которого мы на ладошке держали при выводе. И я вам их показывала. Вот такие у нас тут разносолы имеются среди кобов 0,05. Да, мой сладкий. Так что 96 штук здесь. Ну, там тоже, да? Ну, вот и считайте, сколько у нас птицы. Кстати, да, это же совсем еще не все. Всем привет. На улице поливает дождик. Выглянул, посмотрел, как там утки. И какую же картину я лицезрел. Сейчас я вам покажу. Смотрите, они пришли сюда. И тусят у нас возле бочек. А, все, ушли. Короче, вот такая погода. Вон они, засранцы. Пролезли под забором и ходят здесь. Подъедают все, что не нужно подъедать. Вот такая у нас погодка отличная. Будем сейчас их загонять на место. О, прям по грядкам, прям по всем делам. Вот это да. Так, ну-ка, давайте-ка вдоль заборчика и на выход. Сейчас мы их туда-обратно на природу отправим. И, наверное, все-таки я их в загон загоню. Толстые не пролезают уже. Ага, да-да-да, давайте вот там, вот там, вот там, вот в углу можно будет пройти. Толстожопики. Ага, так, во. Нашли место, да? Ну, вот так они сюда и зашли, по всей видимости. Так, ну, ладно. Интересно, сколько их штук. Сколько уже их из них съели? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, Все на месте. Так, закрыто. Ладно, пойду за ключом и загоню их Наверное, все-таки я под крышу Или хотя бы в загон загоню А там уже сами решат Уходить им под крышу Или под дождем мокнуть Здесь у нас зато сухо и тепло Но погоду вы нашу видели За бортом И когда вот этих вот Господ переселять Даже прям ума не приложу Холодно Но придется, в общем, я думаю, что Сегодня я за яйцом еду И завтра мы их будем на улицу Не на улицу, а под навесы под свои Короче, расселять Часть в теплицу Вот этих вот в теплицу, которая на пурине А вот этих вот И этих мы определим В новый наш навес Для индейки И вот, смотрите, у нас Гусики Брудеров на всех не хватает Они в коробке Потому как вот тот брудер, кстати, его надо включить Пора уже его включать Потому как у нас утка Утка будет Вылупляться Сегодня Ну это вот, видите, тут у нас Как селедка в бочке набита Индейкой Ладно Потерпите, родные Скоро переедем В просторные хоромы Сегодня я должен был Последние штришки Как бы Навести в плане Их расселения То есть вот В теплице я уже все подготовил Сейчас я вам покажу Вот так у нас тут Будет Размещаться наша птица Индейка в смысле Так, молодежь тут Вот эта семья Вот от нас уедет Легорнов И вот здесь будет у нас Индейка Так, останется мне здесь Паение Кормление Им обустроить Но это здесь Быстренько А вот Там В большом нашем Индюшином загоне Вот в том Нужно будет, конечно Потратить какое-то время Потому как Мне нужно закрыть там Кое-какие отверстия Закрепить кормушки Переложить мешки Возможно, часть Этого помещения Отгородить Так как пока Не хочу, чтобы они Полный объем Занимали Вот здесь То есть я хочу Перегородку Поставить какую-то Ну, где-нибудь Вот так На первое время Чтобы там они были Им потеплее будет Как говорится Вот И здесь Опил рассыпать В общем, здесь Притрамбовать Землю надо Трамбовочкой Пройтись еще Я все отсюда Вытащил Здесь у нас Хранился металл Дерево и так далее Все убрал Вот эти вот мешки С опилками Сложить покомпактней И все И можно их сюда расселять Так что Вот такие планы У нас В этих бродерах У нас в нижнем Подрастает Галашейка И родбро Вот Нормально себя чувствуют Вот такие уже Крупненькие Так, а Верхний бродер Заняли Индейкой Вот породная индейка Из 10 яиц Значит Вывелось у нас Семень индюшат Одно яйцо Было неоплодное Два яйца Самых крупных Были замерзшие Ближе к Последней стаде Инкубации Вот Старался вроде бы Контролировать Температуру По датчику на яйцо Не перегревать Но вот так вот Получилось Не знаю в чем причина Мой косяк Или Само яйцо Качество такое Не могу сказать Ну скорее всего Это мой косяк Какой-то Или Как говорится Отработал Как Обычно Отрабатывает Инкубатор Блиц Не сто процентов Не девяносто пять Вот Значит Что сказать Обещали Говорили вернее Что это у нас Помесь Белой широкогрудой И аспидной индейки Но Не знаю Вот видите Вот такой расцветки Цыплята Я честно говоря Не могу сказать Какой должны быть Они Ну Белая широкогрудая Скорее всего Должен быть Желтый цыпленок А вот черные цыплята Что это Кто это Это большой вопрос Не знаю Ну посмотрим Это Породная индейка Значит скажу Для чего мы ее завели Мы хотим сравнить Просто вкус мяса А то некоторые Заводчики говорят Что Породная индейка На вкус вкуснее Вот мы хотим Это проверить И соответственно Посмотреть Как Она будет Расти И Насколько она Менее хлопотна Опять таки Как говорят Некоторые заводчики По сравнению С кроссовой Брюлерной индейкой Вот чисто для этого Мы завели Несколько штучек Будем растить И наблюдать Ну и еще Птичка Которая прибавится На данный момент У нас находится Сейчас Вот в этих инкубаторах Здесь один гусенок Которого я сам Расковырял Он слабенький В общем Не знаю Будет ли он жить Посмотрим И здесь вот два яйца Как мне сказали Чистые линды Это наша Зрительница нам Подарила Вот два яйца Линды Они заложены Чуть позже Посмотрим Что вылупится Ну надеюсь Что вылупится Гусята Хорошие Здоровые Все Будет у нас Нормально Будут расти Так а и здесь Вот смотрите Вот начался вывод Утят Вот один уже вышел И Остальные Так же будем надеяться Что к нам присоединятся Будут расти В нашем хозяйстве Так датчик на яйцо Это я уже его Я снял Перед выводом Чтобы он не мешал Проклевывал И так далее Так что Вот столько На данный момент Птички в нашем хозяйстве К ним присоединятся Вот эти утята К тем муардам И Будем все Весело И дружно Расти И Сегодня Еще я еду За яйцом Завтра Завтра Послезавтра Будет новая закладка КОП 500 Или РОС 308 Что дадут Чехи Все на этом Всем спасибо Всем пока Много пасаран Все Вот так будут Чехать Ну ты видишь Какие Шейки голые Видишь какие Простые Но только в путь С такими голыми Шейками Ты ходишь С голой шейкой Когда холодно Нет Нет И они не должны ходить Поэтому мы не открываем Договорились Ну все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому